Выездное аппаратное совещание в районном центре провела первый заместитель главы муниципалитета Людмила Старостина. На этот раз были осмотрены объекты производства. Первым делом посетили цех, где изготавливают тротуарную плитку, стеновые камни, бордюры и брусчатку. Все эти материалы созданы для того, чтобы придать постройкам изящный и неповторимый вид. Кроме того, фирма производит различные элементы декора для участков, например, большие вазоны. У компании есть постоянные клиенты. Активное сотрудничество идет с Магнитогорском и Республикой Башкортостан. Людмила Старостина посмотрела территорию предприятия, увидела процесс изготовления тротуарной плитки, поинтересовалась особенностями производства. Зеленый пигмент со временем уходит. Желтый пигмент со временем, если не на белом цементе, идет грязный зеленый. Поэтому мы почему на бежевый свет перешли на это? Потому что какой есть, такой останется, он не выгорит. Вот верхний желтый, это сделан на белом цементе, он остается. А есть продукция, которая сделана на сером цементе, но желтый. Она уйдет грязно-зеленая, она уже ухлабляет грязно-зеленая. Затем Людмила Старостина и заместитель главы города Мария Арапова посетили пекарню Алексея Аганяна. На сегодняшний день здесь трудятся около 20 человек. Все официально трудоустроены. Руководитель предприятия отметил, что печь хлеб – работа не из легких. Тем более, что готовят его по старинной рецептуре исключительно из натуральных ингредиентов. Срок годности такого хлеба невысок. Поэтому свою продукцию Алексей Аганян поставляет в основном по Верхнеуральскому району. Наши хлебобулочные изделия в почете у жителей крупных городов. У них такого вкусного хлеба на прилавках нет. После пекарни заместитель главы района увидела процесс изготовления сыра. В сыроварне семьи Шамановых как раз кипела работа. Вот сейчас здесь вот лежит, вызревает это будущее на сыроваре. Сырное зерно приготовили. Сейчас его сыр в температуре 8 градусов. Заключительной частью выездного стало совещание, на котором выступили специалисты Верхнеуральской администрации, руководители учреждений культуры города. Были подняты проблемные вопросы, даны рекомендации по дальнейшей работе. А в понедельник, 2 июля, глава Верхнеуральского городского поселения Вячеслав Колонюк выступил на расширенном аппаратном совещании с информацией о том, что сделано на сегодняшний день и какие есть перспективы развития. К нему возникли вопросы из зала. Нина Звездина, председатель районного совета ветеранов, спросила, почему не ремонтируют дорогу по улице Розы-Люксембург. На этот год у нас ямочный ремонт на улице Розы-Люксембург не запланирован вообще. В связи с тем, что по улице Розы-Люксембург мы планируем в августе месяце провести лексификацию. Поэтому мы всю улицу перекопаем. И ямочного ремонта там никто не делал и делать не будет. После того, как мы приведем полностью лексификацию, мы будем с вами заниматься ямочным ремонтом. Глава района Сергей Айбулатов поддержал Вячеслава Колонюка в этом вопросе. Ямочный ремонт этой улицы сейчас экономически нецелесообразен. Об ее асфальтировании стоит говорить после завершения газификации. Также прозвучали вопросы по благоустройству у многоквартирных домов. Глава города обозначил пошаговые действия по приведению придомовых территорий в надлежащий вид.